Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем наше утро на Болткоме. Сегодня его ведут Марис Морканс и я, Наталья Михайлова. С нами также звукорежиссер Евгений Копеев. Доброе утро. Сегодня 20 февраля. Я уже сказала в новостях, но кто не слышал, повторю, сегодня в первой части мы поговорим об образовании. Об образовании. Да, и у нас в студии сегодня ректор Лаугав Пиловского университета, он же председатель Латвийского совета ректоров, доктор биологических наук, член Латвийской академии наук Арвид Баршевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы еще ректор, правильно? Конечно. Да, вот тогда я это уточню, потому что... Нет, я к тому говорю, что уже же было переизбрание, но вы еще в своих полномочиях, да, поэтому мы называем вас ректором. Вот, а во второй части у нас будет такая музыкальная часть с 9 до 9.30 израильский певец, международно признанный тенор Тельман Гужевский придет в студию и поговорим о его праздничном концерте «Лирика любви», который будет посвящен 8 марта. А после 9.30 еще немножко поговорим про дело Илмара Ремшевича и Банка Латвии, как, что изменилось с момента нашего вчерашнего разговора. Очень быстро развиваются события. Мы хотим даже вот выслушать, может быть, такие гипотезы, потому что есть, наверное, такие ниточки, да, которые идут от Ремшевича, и вот куда они идут. Ну, наши слушатели, они, как правило, смотрят глубже всегда, чем даже мы, и даже мы вдвоем с Марисом, хотя уж куда Марис глубже, да? Нет. Ну, давайте мы все-таки начнем с такой более мирной темы – это образование. ГОСТЬ В СТУДИЕ Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. ГОСТЬ В СТУДИЕ Сергей Баршевский, СТУДИЕ, ректор Дага Филского университета. Вы переизбраны 13 февраля, и когда заканчиваются полномочия? Нет, ну как? Сейчас как кабинет министра утвердит нового? А, вот так, да? Нового ректора. Как все серьезно? Ну да. А когда кабинет министра, как правило, утверждает? Ну, есть какой-то срок после того, как вот? Или у вас там двоевластие сейчас? Нет, 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 это месяц плюс-минус. Ну, то есть, пока эти документы все проходят через... И тогда сразу вы заканчиваете и вступаете в свои права новый ректор, да? Ну, а как сейчас? Вот вы так же вот на работе, к кому сейчас обращаются? Вот как это происходит на бытовом таком уровне, на студенческом? Нет, абсолютно пока нет. Ну, не утвержден, то есть, ректор один в университете, да. Ну, я очень рад, что кандидатура, за которую я сам голосовал. Вы сами голосовали, да? Так что, я думаю, очень нормально. Хорошо. Ну, вот в связи с тем, что все-таки скоро вы сложите полномочия, что можно вообще сказать, чем вы гордитесь, что вы, скажем так, в Даугавпилском университете такого сделали, что оставит ваш след, отпечаток вашего ботинка? Очень приятный вопрос. На самом деле, те даже слушатели, наверное, которые заезжают в Даугавпилс, я думаю, даугавпилский университет сейчас невозможно не заметить, потому что у нас и за это время построен новый лабораторный корпус с суперсовременным оборудованием и так далее, и вообще инфраструктура университета создана. И вот в этом новом периоде сейчас вот новому ректору гораздо больше внимания придется уделять именно людям, то есть развитию человеческого ресурса, потому что не секрет, что в вузах люди весьма сильно загнаны. То есть ставки очень большие, а зарплаты, по сути, только вот сейчас начинают понемножку подниматься, и вот этому новому ректору, я думаю, это большой такой вызов будет больше внимания как раз уделять именно вот этим вопросам. Мы вот здесь новости из Даугавпилса тоже как-то так получаем в Риге, простите, но одна из последних была, что в 2050 году Даугавпилса не будет, потому что если посчитать, как он уменьшается, с какой скоростью. И у меня вопрос в том, вот новый корпус, новая лаборатория. Кто там будет работать учить? Да, студентов больше становится, потому что город, молодежь даже после школы. Ну, знаете, я как патриот города, патриот Даугавпилса, я, конечно, этому прогнозу... Я на ноги плачу в Даугавпилсе, например. Позволю себе не верить, но да, количество людей в городе, как и во всей стране, наверное, постоянно сокращается, но, слава богу, университет мы удерживаем уже третий год с небольшим приростом количества студентов. То есть, это радует, и, возможно, на это как раз и сыграло то, что очень хорошая материальная база сейчас, современное оборудование и все остальное, и то, что к нам больше начинают поступать из других регионов. Это не только восточная... Литва, Белоруссия, нет? Литва тоже, кстати, понемножку, так, единично, но добавляется количество студентов, потому что рядом-то Висагиновс город, да, буквально 40 километров, и количество студентов понемножку, но увеличивается, и в этом году как-то неожиданно увеличилось даже количество заочников, которое уже в последние годы в Латвии тенденцией было, что они вообще шли уже на... На убыль. На убыль, да, а сейчас, в этом последнем году... Заочники – это как-то первое образование или это магистратура? Да, это заочники – это те люди, которые просто работают и гораздо реже приезжают в университет на занятия. Так что бывают вот всякие такие тенденции неожиданные, но в целом, в принципе, университет развивается, и через 50 лет он точно будет. Люди, которые получают у нас образование, они уезжают. Вот те, кто получают долгую в полосеобразование, они Германия, Исландия? Или Рига? Люди уезжают, но, может быть, я бы не сказал, что это самая большая трагедия, если человек уезжает с образованием, потому что мы так немножко следим за своими выпускниками, и постоянно, скажем, университет регулярно получает имейлы из разных компаний Европы, где требуют подтвердить, учился или не учился там такой студент. То есть они часто проверяют эти дипломы, и вот эти имейлы очень часто показывают, что люди, скажем, которые уехавшие, они находят работу даже по специальности в абсолютно нормальных заведениях, в лабораториях весьма престижных и так далее. То есть это не только те, которые собирают клубнику и так далее, но в целом, если говорить, то есть я немножко, у меня своя позиция, некоторые не согласны со мной, но я считаю, чем больше людей с высшим образованием, в любом случае для общества, для страны, это плюс даже, если они не работают по своей специальности. Вот еще такой вопрос, вот сейчас передам вопрос Наталье. А как, может быть, комфорта больше или дешевле, если, например, дети, которые закончили школу в Риге, чтобы учились по специальности в Даугавпилсе? А у нас учатся? У нас учатся. А ну это, вы как бы конкурентно способны с Рижскими? Да? Конечно, абсолютно, скажем, я говорю по тем же самым естественным наукам, о чем в стране вот тут последние годы много говорилось, что не хватает там специалистов и так далее. У нас мы конкурентно способны не только с Рижскими вузами, но и на Балтийском уровне, потому что, я говорю, инфраструктура, которая создана в Долгопольском университете, она абсолютно конкурентно способна с Балтийским регионом, с Восточной Европой. К нам постоянно из Польши, из Литвы, из Эстонии то же самое приезжают ученые, которые, скажем, работают в наших лабораториях. Просто у нас это оборудование доступно, и они проводят свои исследования. А сколько у вас бюджетных мест? Ой, бюджетных мест у нас где-то 1800 плюс-минус. 1800 на всех специальностях, да? И какие больше всего? В смысле, по каким? Конкурс, да, больше. Нет, конкурс это отдельно. И каких мест бюджетных больше всего? На каких специальностях направлениях? В принципе, естественные науки, гуманитарные науки, по сути, почти все учатся на бюджетных местах. Педагогия будущего? Нет, немножко хуже ситуация с бюджетными местами на социальных, но как там юристы, например, нам бы хотелось больше, чтобы было той же самой магистратуры, по сути, нету, и студенты должны учиться за свои деньги. А так, в целом, бюджетных мест хватает, и поэтому смело можно идти, как говорится, бесплатно или за государственные деньги учиться. А эти все бюджетные места, они как бы оправданы? Вот то, что выучиваются люди, скажем, на гуманитарных науках или на естественных, потом они что делают? Они, как правило, находят работу, но не всегда по своей специальности, это тоже факт, но, в принципе, как правило, находят работу, потому что в юго-восточной части, особенно в юго-восточный регион, Антроэльский, Крыславский, Даугапилский, бывшие районы, в большинстве заведений, учреждений и так далее, в основном работают наши выпускники, потому что, к сожалению, из Риги в восточную Латвию мало возвращаются, если даже они оттуда, вот родом, они приходят в Ригу, они, как правило, находят тут работу и устраиваются. Ну, можно их понять, все-таки, возможности в столице всегда больше, чем, скажем, там где-то. Наши работу находят, в принципе, это можно и посмотреть, показывает, и вот служба занятости, то есть данные какие есть и так далее. А есть данные, где устраиваются выпускники Далгов Пилского университета? Отдельные такие? Ну, это надо, я сейчас конкретно не скажу, можно ли сразу. Мы когда спрашивали у ректора Латвийского университета, он не знает, где устраиваются выпускники, но так, во всяком случае, детально не отслеживают. Детально, естественно, никто так особо не скажет, только по каким-то опросам, по слухам, но у нас, в принципе, более-менее стараются следить за этим, потому что это вузом и как бы законом тоже предусматривается. Вот интересно, я хочу еще вернуться к вопросу о снижении количества мест, снижении интереса вообще к учебе и количества студентов. Во всех вузах число учащихся сократилось, а вы говорите, у вас выросло. Это только за счет лабораторий? Нет, я думаю, не только за счет лабораторий. За счет чего еще? Это и какие-то наши традиции, это какие-то конкретные программы, которые просто популярны, это интересует людей. Ну, какие им просто интересны, это действительно феномен. В Далбов пелся, откуда уезжают, где самая высокая убыль населения из Латгалии, да? Получается, что в вузе растет число учащихся. Это такой феномен, который следовало бы изучить. Старость, это не феномен, в целом в ряде вузов, университетов небольшой прирост все-таки чувствовался в последние годы. Есть вузы, где гораздо больше сокращается, довольно много сокращается там, где мало бюджетных мест или их нет. То есть это тоже очень связано с платежеспособностью населения. Иностранные студенты, вот вы упомянули Литву, а кроме этого из каких еще стран приезжают к вам учиться? Сейчас, наверное, слушатели будут, может быть, немножко и смеяться, но в принципе самое большое количество студентов в Далбов пусть учится из Соединенных Штатов. Да. Они приезжают русский язык учить? Да, у нас мы сохранили... Это уникально, кстати, я всегда удивлялся, что очень много из Америки приезжали в Далбов пусть учить русский язык. То есть это мы сохранили, у нас очень сильный кафедра словистики и русский центр. Ну, меня немножко, может быть, иногда в прессе за это как бы и ругали, но мы это сохранили. И на самом деле мы очень правильно сделали, что это сохранили, потому что сейчас это показывает, что это очень хорошая ниша, которая приносит и университету реальные деньги какие-то, потому что они все приезжают как платные студенты, не как с Европы, потому что европейские, они имеют право на бюджетные места претендовать, а тут они все платят. И то, что сохранился сам научный потенциал и центр хороший. А у вас на каких языках проводится обучение? Латышеский, понятно? То есть, естественно, основной поток это латышеский поток, естественно, те программы, которые связаны с словистикой, там есть соответствующие курсы на русском языке, а так для иностранцев это английский язык. Английские программы, да? Да, да, да. Но там вот в наших вузах, и в том числе в Далгопус, немножко эта система пока хромает, потому что, как правило, вот по одной специальности не набирается целая группа, чтобы это был вот такой групповой. И потом начинается, как правило, не совсем выгодное, но все равно мы на это идем, это больше такие индивидуальные занятия, если группа не набралась. Но так, кроме уже сказанных, названных американцев у нас из Средней Азии тоже есть, из России есть, из Беларуси есть. Беларусь тоже интересует Далгопус, потому что исторически всегда приграничные районы учились в Далгопусе, они знают наш вуз, и нам особо не надо рекламировать. Но немножко удерживают вот визовые все вот эти. Это даже не проблемы, то есть, но это немножко тормозит как бы. Ну и может быть внутренние отношения Беларуси, что все-таки страна ориентирует своих выпускников на свои вузы, да, а меньше на иностранные. Надевайте наушники, пожалуйста, на звонок есть. Да, в студии, напомню, Арвид Баршевский, с ректором Далгопусского университета. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Могли бы вы, пожалуйста, оценить предстоящую реформу, которую продвигает Шадурский, и ее потенциальные воздействия на ваш вуз и регион Далгопусский в целом? Спасибо. Вас как-то это коснется? Да, спасибо за вопрос. Но эта реформа в прямом виде нас-то, конечно, не коснется, потому что, видите, в Далгопусе одни из первых перешли на билингвальное образование, то есть, когда в русских школах было и на русском языке образование, и какая-то часть на латышском языке. И, в принципе, мы, вот скажем, в вузе это почувствовали в положительном смысле тогда, я не помню, в 90-е, когда это были, что выпускники русских школ, которые приходят в наш университет, в латышском потоке, они абсолютно нормально себя комфортно чувствовали, им не было каких-то больших проблем, что надо преподавателю там что-то где-то переводить, потому что, ну, как в госвузе, язык-то государственный, да, обучение. И поэтому вот из Далгопуса, но мы почувствовали проблемы, скажем, с школ, которые вне города, то есть, ну, региональные школы, то есть, из Нового, ну, эти... Илуксты закрыты? Ну, не Илуксты, но, скажем, какие-то небольшие школы, потому что Илуксты тоже все-таки центр. И вот там мы почувствовали, что ребятам из вот этих школ, там, конечно, было, немножко бывают проблемы сразу в вузе переключиться на латышский язык. Так, в целом, эта реформа, как бы, университет особо не затрагивает, да, но наша проблема, конечно, не проблема, а наше желание больше, чтобы люди приходили, оставались и не боялись, потому что, не боялись даже, если какие-то проблемы с языком где-то есть, потому что, в принципе, это достаточно отзывчивые преподаватели, и если надо, то объяснят то, что непонятно. А вот на факультет, какой у вас с русскими, на русском языке? Нет, ну, это программа, только русская филология. Русская филология, она сохранится, если вот будет эта реформа, как вам кажется? Нет, она сохранится, она это не затрагивает абсолютно, да. То есть, это сохранится, это наше внутреннее решение, мы... Нет, внутреннее решение, понятно, я имею в виду, если ученики постепенно перейдут на латышский язык обучения, сохранится программа, интерес к этой программе для уступающих. Те ребята, которые заинтересованы и хотят учиться на русский язык, русская литература, русская культура, они будут иметь, потому что это всегда зависит от того, есть ли заинтересованные люди и так далее. Нет, просто речь о том еще, что все-таки в ВУЗ идут, ну, в принципе, как, я не знаю, всегда поступали люди достаточно высокого уровня образования, уже школьного, то есть, грамотные, которые умеют хорошо писать, читать, да. Значит, поживем, посмотрим. Или туда пойдут уже на эту программу только отстающие. Но вы знаете, что я скажу, ВУЗ сталкивается с тем, что очень часто приходят из латышской школы, которые по-латышски не совсем умеют... Грамотно писать. Грамотно писать, при том-то они русские, то есть, из латышских семей. В целом, что-то в школах действительно немножко с уровнем было, да, и то, что меня еще волнует немножко то, что именно с конкретным уровнем предметов, скажем, чтобы не падал уровень математики той же самой, да. А это чувствуется. Первый семестр в ВУЗах, те программы, где есть математика, к сожалению, показывают, что очень большая часть, иногда треть, иногда даже, может, и больше, они отсеиваются, они не могут сдать математику. Ну, может быть, какой-то экзамен вступительность стоит об этом подумать? Некоторые ВУЗы вводят такой выравнивающий курс на первом курсе. Это возможно, но это, как обычно, стоит денег, и поэтому в ВУЗы неохотно, это тоже, как бы, из своих денег надо все организовать. Я о чем говорю, что, в принципе, сейчас в ВУЗ поступить достаточно просто, да, сейчас не надо сдавать экзамены вступительные, сейчас у тебя вот есть аттестат в образовании. Почему? Не бюджетные тоже, да. И смотря, сколько количества бюджетных мест, да, я знаю, что в РТУ огромное количество бюджетных мест на определенных программах, туда поступают по 180, например, человек, и потом остается 10 в конце. А зачем такое огромное количество бюджетных мест содержать для того, чтобы 10 человек выпустить потом? Не проще ли ввести сразу, вступить на экзамен по математике, допустим, или тест какой-то, чтобы сразу понимать, человек может, способен он учиться или не способен? Деньги следуют за учеником. То есть, получается, нет, получается, что ВУЗ кровно заинтересован в бюджетных местах, вот, и поэтому, в принципе, они не заинтересованы в том, чтобы поменять систему. Ну, в каком-то смысле, да, потому что не только бюджетные места, а показатели ВУЗов – это и количество студентов в целом как таковое, неважно, бюджетные, небюджетные места. Да, ну, мы, вот, наше поколение, я с вами могу это, наверное, тут сказать, что мы, когда учились, все-таки немножко иная система была, и тогда было и поступление, мы сдавали какие-то проверочные формы. И второй момент был то, что мы поступали вот сколько мест есть, на столько мест мы и поступали. Да, я согласен, в каком-то смысле это немножко, может, теряет и качество, и все остальное. То, что мы можем просто брать всех, кто, по сути, приходит, но, с другой стороны, опять, ну, да, для этого есть экзамены, но если он не тянет, он отсеивается. Ну, так деньги-то остаются? Ну, да, деньги остаются, но они остаются. Они же не уходят за уходящим студентом. За уходящим, ну, правильно, если они… Это шанс дать. Ну, если они уйдут за уходящим студентом, тогда, я думаю, вузы развалятся очень быстро, потому что мы не можем сказать в этом году уйдут 10, а в следующем, может, ни один не уйдет. Ну, это же тоже какая-то такая хитрая система создана. Зачем тратить такое огромное количество денег лишних, если студенты все равно уйдут? Ну, видите, при том финансирование, какое в Латвии, трудно сказать, что мы тратим, если бы оно было реально, как реально, сколько это все стоит, может быть, и можно было бы так сказать. Ну, мы, по сути, это получаем гораздо меньше. То есть, даже то, что в 2008-2009, когда кризис был, урезали эти 50%, ну, в последние годы вузы начинают что-то, понемножку, понемножку такие добавки получать. Да, а так… Надевайте наушники 672-12-939, 672-13-939, слушатель не дождался, простите, не кладите сразу трубочки, пожалуйста, мы не успеваем тут договорить фразу. Ну, у нас в гостях, напомню, Арвид Баршевский, ректор Даугавпилского университета, он же председатель Латвийского совета ректоров. Ну, вот сейчас обсуждается реформа системы высшего образования, поправки были предложены Инсом Далдерисом, да, их снова начали рассматривать в январе этого года. Что изменится? Что, вот, считай, самое главное такое, что должно измениться? Нет, ну, если говорить сейчас о поправках в закон, там, то есть, во-первых, этих поправок очень много. Если бы их не было так много, я был бы более оптимистичен. Но самое главное, что вы ждете, вот эти изменения? То есть, целый ряд поправок, которые, скажем, мы считаем, они не совсем приемлемы для системы, с другой стороны, там есть очень хорошие поправки. И что, исходя из своего опыта, уже, ну, 2007-й, раньше, год, когда мы участвуем в заседании комиссии, там, Сейма и так далее, по изменению в законодательстве. Но это от вас идут, да, желание, что-то измениться? Нет, это идут в основном от депутатов или от министерства. И мой опыт весьма горький, что, как правило, это все зависает где-то. И очень часто из-за каких-то вот таких, может быть, не совсем нужных поправок не проходят хорошие поправки, которые реально нужны, которые облегчили бы работу вузом и так далее. Сейчас большая дискуссия насчет аккредитации опять по направлениям или по программам, где тоже... Аккредитация университета? Да, у вузов взялом, да, программ. То есть, я не оптимист, я думаю, что это будет очень длительный процесс, и очень хорошо было бы, чтобы то, что реально нужно, чтобы они как-то прошли. Ну, вы ждете вот именно этих поправок? Мы ждем, да, целого ряда поправок мы ждем. По аккредитации? И этот вопрос тоже окончательно надо решить, потому что в 2019 году, по сути, должен начаться новый процесс аккредитации, но пока это все висит. И сейчас главная поправка, чтобы передвинуть этот срок на более поздний срок, потому что это остался один год. Так, только что был звонок опять, не успеваю я. А вот то, что от Министерства образования и науки идет инициатива о присоединении к университету Долгоспольского медицинского колледжа, как это будет работать? Это будет работать... Даже после девятого класса идут, да? Нет, там колледж – это первая ступень высшего образования, поэтому это будет работать абсолютно нормально. С колледжем у нас, ну, я думаю, и в дальнейшем, он останется в тех же самых помещениях, он останется и будет делать то, что он делал до этого, но он будет иметь больше возможностей. Во-первых, это и база университета, которую можно использовать, и, во-вторых, колледж не имеет права развивать программы бакалаврские и так далее. То есть, их присоединение к университету, они получат эту возможность. Я сам встречался с коллективом, мы и с директором постоянно, мы работаем. При Министерстве тоже создана комиссия по этому вопросу. Поэтому мы хотим показать, что можно колледж интегрировать, и он от этого выиграет, а не проиграет. Я очень надеюсь, что нам это удастся. Здесь какая-то комиссия. Давай примем звонок, уже наконец слушатель дозвонился. Да, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. У меня к вашему гостю такой вопрос. Вот у меня складывается такое впечатление, особенно по высказываниям частного сектора, там тот же гражданин Монгенес, который у нас часто радикальные идеи предлагает. И Илма Ремшевич тоже очень часто, скажем так, анонсировал эту идею. Вот у них все, тонкой красной линией во всех высказываниях, проходит следующая идея. Это максимальное сокращение студентов до количества, которое будет действительно профессионально способно и вообще будет восприимчиво к знаниям, к академическим, к профессиональным. В общем, просто максимальное количество оставить способных студентов, при этом всех остальных отсеять. Ну, здесь совершенно понятно, что при этом многие вузы просто отпадут и вымрут. А вот параллельно складывается впечатление, в том числе потому, что вы сейчас говорили, что вузы как-то мечутся, пытаются биться, чтобы вообще хоть как-то остаться на плаву. Но вот вы считаете, что целесообразным? Сохранить большее количество вузов, которые выпускают кровь непригодных специалистов, либо все-таки оставить в Латвии 3-4 вуза, но которые будут действительно конкурентоспособных специалистов выпускать? Спасибо. Ну, да, спасибо за вопрос. Этот вопрос тоже постоянно мы слышим в разных дискуссиях. Ну, похожие вопросы, высказывания. Ведь везде должно быть качество. И в данной ситуации 3-4 вуза, я очень сомневаюсь, что они смогут спасти Латвию, потому что 3-4 вуза в любом случае не охватит тот спектр, который, в принципе, должен быть для экономики страны и так далее. Проблема в качестве. Если качество есть, значит, эти вузы и программы должны быть способны реализовать это все. То есть, я всегда, моя позиция была, что на первом месте должно быть качество и при оценке вуза, при аккредитации и так далее, и так далее, и так далее. Ни в коем случае я не согласен с тем же самым, что иногда латвийский банк, например, высказывал, что там в Латвии ужасное качество и так далее. Даже вот то, что те же самые американцы приезжают, извините, это показывает, что в Латвии по целому ряду программ качество хорошее, медики, естественные науки в целом в Латвии на абсолютно нормальном уровне. То, что у нас действительно надо думать и, может быть, за много специалистов по разным управленческим наукам, по какому-то ряду, может быть, даже социальных, хоть они меня сейчас ругать будут за то, что я вот так говорю, но это реальность. То есть, там действительно нужно, может быть, подумать о более современных и методах и так далее. Но в Латвии в целом высшее образование, в целом, я считаю, достаточно хорошее. Пожалуйста, слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Я в качестве такой небольшой иллюстрации хотела бы рассказать. Птичка напела, реально, значит, первый курс РТУ, механики. Ну, то есть, вот только-только и школа. Ребята не могут понять, что разница между подвижным и неподвижным блоком. Это простейший механизм, это вот то, что... Это вот школа. Поэтому, вы знаете, говорить можно о качестве вуза, все что угодно. Но приходит такой материал, который вот не понимает, абсолютно не знает, абсолютно примитивных основ. Как вы с этим собираетесь работать? Вы говорите, математика это цветочки. Нет ни химии, нет ни физики, нет черчения как такового. Вот что... Не собираются, а работают уже. В том-то и дело, что вот я о чем и спрашиваю. И зачем с этим работать, я тоже не понимаю. Ну да, но это вот опять тоже проблема как раз то, что как преподаются естественные науки в целом в школах. Это в свое время господин Пебалкс, когда ввел вот эту реформу, когда сделали эти предметы по выбору. Естественно, дети в основном выбирают гуманитарное и социальное направление. Полегче. Полегче, которое, да. И поинтереснее, может быть, в каком-то смысле. Потому что, если мы посмотрим, я сам биолог, да, если посмотрим на учебник биологии, в принципе, средней школы, там сплошная сухая генетика, которая, ну... Она, даже если у человека есть интерес, она может отбить этот интерес. И поэтому, ну да, ну сейчас как бы взялись за изменение содержания, изменение там формы и так далее. Но я, как всегда, боюсь, что в таких реформах очень часто что-то мы можем потерять и не заметить даже, как терять. Да, это не только в РТУ, вы назвали пример в РТУ, это все вузы очень часто сталкиваются с похожей проблемой. Ну вот, поэтому, к сожалению, первый семестр очень часто, первая сессия отсеивает довольно много. Да, и стоит ли работать с такими студентами? Ну, поэтому я говорю, что я считаю, что первое, ну, в первом плане должно быть качество. Поэтому, если эта система нормально поставлена, ну, независимо от того, что вуз там теряет студента и так далее, ну, отсеивается. Ну, отсеивается, конечно, после первой же сессии остается там чуть ли не половина, вот поэтому это и вопрос. Но, видите, эта проблема не только в Латвии. Похожая ситуация в целом в Европе, везде. Я сейчас столкнулся с вот университетом в Германии, где первый семестр заканчивается, а в группе уже осталась половина примерно. Ну, то есть там тоже есть. Эту систему не планируется поменять, чтобы там сделать экзамены, конкурс какой-то, чтобы вот это горлышко поуже было, да, воронки? Или, допустим, сейчас-то воронка широкая. Ну, да, то есть, видите, как бы... Не планируется поменять. Ну, пока это особо, то есть не планируется, но планируется, например, по учительским программам. Потому что сейчас делается полный рестарт учительских программ. Опять, как это будет, видно будет, да, но, в принципе, планируется. То же самое однозначно надо по спорту, по художественным направлениям и так далее. Если он, ну, видно, что он не может, ну, нет смысла его принимать там. Хорошо, спасибо. У нас закончилось время нашей беседы. У нас в гостях был Арвет Баршевский с ректором Даугавпилского университета. Он также председатель Латвийского совета ректоров. Спасибо и хорошего дня. Привет, Даугавпил. Спасибо обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!